Это имя уже, и не раз, друзья мои, да, это Ирина Кожевникова, друзья мои, и что такое шестой ранг, друзья мои, шестой ранг, друзья, это уже, когда у тебя 600 интеллект-тренеров, друзья мои, 600 интеллект-тренеров плюс, друзья мои, это уже лидерский совет, лидерский совет, то есть, да, Ирина Кожевникова вошла в лидерский совет, это уже общение с Довганем, друзья, и она это сделала тоже, у нее короткие сроки, ребята, еще года нет, как она в супиджампе, Она уже в лидерский совет залетела, друзья мои. То есть, да, сейчас будет принимать уже ответственные решения, как дальше наша ассоциация развиваться. Это же круто, друзья. Давайте я поприветствую основателей Всемирной ассоциации, участника лидерского совета, мастер-интриг-тренера шестого ранга Ирина Кожевникова. Тебе слово родное сердце. Ура! Еще раз приветствую вас, легендарные победители, спасатели этого мира, светочи этого мира, родные сердца, величайшие. Даже если здесь гости, вы уже величайшие. Даже что вы здесь досидели уже столько три часа, мы уже все легенды и величайшие. Всех благодарю вас, родные сердца. То есть, как я попала? Я не попала. Я пришла на самое верное место в своей жизни. Опыт у меня на самом деле очень огромный. Скажу, что начну немножко так вкратце, конечно, буду. Хотела сказать очень много, но это растянется на пять часов. Росла я в очень бедной семье. Я была очень бедным ребенком. Со мной никто никогда не дружил. Потому что я бедный ребенок, который не пускают на день рождения. Представляете, это пять, шесть, семь лет. Которую придет постучиться, ей говорят, что не дружи с этой девочкой. Она такая бедная, зачем вы с ней дружите? Я это все слышала за дверью. Наверное, в этот момент, да, мы все понимаем, что испытывает ребенок вообще. Что с ребенком? Я, когда мне было десять... Я очень рано стала взрослой. Я не была ребенком. Я не знаю, что такое быть ребенком. Поэтому, наверное, лет в двенадцать, уже в тринадцать я принимаю твердое решение быть богатой. Чтобы никогда не быть униженной. Не унижали детей. Не унижали, так вот, меня. Не унижали родителей. Потому что я тоже хотела дружить. Я тоже... Получалось так, что родители моих подружек были богатые. Да, а я ребенок с ранцем, там с этим... Хотела... Ну, тоже с танцевального кружка там. Я хорошо училась. Я хотела дружить, но меня не пускали. И в тот момент я принимаю решение, что своим детям я никогда это не дам. Конечно, путь мой был нелегкий. Я вам скажу сразу, что мне было нелегко. Потому что выбиралась я практически одна. А я училась, я работала. Я пошла работать в детский дом. Я кормила 83 ребенка. С 5 до 6 утра положение. Я была 9 месяцев, я одна. То есть мне муж не дал удочерить этих детей. Я хотела всех усыновить. Я хотела всех удочерить, всех забрать. Да. В это время я продолжала учебу. То есть, ну, заочно. Потом я стала старшей следователем уголовного розыска. Понимаете? Но это мне не дало тоже никакой энергии. То есть я искала. Опять же, я искала. Потом я пришла в предпринимательство. Получилось так, что нас разделили. Эстонский язык с российский, ну, на русский. И я не пошла дальше. Я пошла в предприниматели. На что я достигла огромнейших результатов. У меня было 8 магазинов. Одежды и обуви. Я объездила все страны. Я жила в Америке. Я, господи, сколько я чего прошла. В костры я прыгала. По стеклам я шагала. Всех психологов я прошла. Все Перу, Айвасти я тоже прожила. Я себя искала. У меня две дочери. Я говорю, я счастливая жена. У меня две дочери тоже очень счастливые. И я счастье обрела, знаете, родные сердца. Именно Суперджампинг. Несмотря ни на что. На мои вот эти вот достижения. На все, что со мной происходило. Все, что со мной было. Когда меня позвал величайший Александр. Вот я проходила эволюцию. Я брыкалась. У меня корона. Я Мисс Мира 2018 года. У меня я вся брыкалась. Я вся такая-такая. Он мне не сказал ни про деньги. Семь с половиной тысяч я заплатила. Думаю, что я еще в жизни не видела. Я откликнулась на именно жемчужины. Вот знаете, как обезьяна на вот эти вот золотые. Вот. И я откликнулась. Я говорю, ладно, я пойду. Пройду это жемчужин. И вот тут, понимаете, что началось. Началось то, что меня вернули в детство. Я начала плакать детскими слезами. Да я не хочу, что никогда не видел ребенок. Понимаете? А еще как-то у меня были магазины одежды, обуви. Простите, сейчас. И ко мне пришел, я не знаю, кто это был. Психолог или коч. Говорит, Ирина, закрой глаза. Что-то происходило. И вспомни свои моменты в детстве. Вы знаете, родные сердца я чуть не выгнала. Понимаете? А мне нечего было вспомнить. Я не знала, кто это. Понимаешь, что это. Я просто на минутку закрыла глаза. Все, понимаете, я думаю, что это. Мне нечего было вспомнить. И тут меня возвращают в детство, где я со своими дипломами, со своими знаниями, где я ощущаю состояние, радость, любовь. Понимаете? Где я понимаю, что я пришла такой осознанной в такие годы. Я пришла, где мне потекли, правда, слезы. Я начала улыбаться. Я начала, несмотря ни на что, как бы нас... Вот смотрите, родные сердца, нас разделили, да? Сейчас расскажу немножко подробнее. Что получила я от суперджампа до восьми жемчужин? Состояние. Как бы я не хрохорилась, что я энергичная. У меня состояние там это. Как бы там я себя звездой не считал. Нет, нет. Ну, и тут я получаю восемь простых упражнений. Я получаю жизнь. Я получаю настоящую жизнь ребенка, который не надо думать. Понимаете? Нет, думать надо всем. Понимаете? Ну, не представляете, что такое, когда тебя вернули в детство. На, улыбайся, смейся. А я не умею. Я просто не умею. И первую тренировку я начала со смеха йоги. Я начала учиться, смеяться. Понимаете? Я не знаю. Я прошла и духовные практики. Я и в йоге. Ну, я бизнесмен. Я говорю, что я потерял этот баланс. И тогда, когда я начала, представляете, заново учиться смеяться. Как ребенок. Да. Ну, осознанно думать, как взрослый человек. Дочери, которые приходили ко мне, говорят, мам, что с тобой? Мам. Понимаете? Они серьезные. Да, старшая, коррупционный отдел банка. Вторая пошла по моим ступам в прокуратуре. Я тоже хотела быть прокурором, но я не дошла. Да. И она, я ей говорю, величайшее. Родное сердце. Да. Она так сперва брыкается, а потом она тянет ко мне руки. Понимаете? Я говорю, вот она, мама. Вот это мама. Я наладилась с мужем. Мы бы разошлись, если бы не супержамп. Я скажу честно, мы бы никогда бы не жили бы. Мы встретились до супержампа, но нас вот так вот. То есть, как и мои прошлые браки, так бы и сейчас бы. То есть, я бы опять ушла бы звездой, я бы ушла бы королевой. Вот. И супержамп, конечно, спас наши отношения. Я вышла замуж из детей, людей. Что я хочу сказать, родные сердца, где бы вы сейчас ни находились, что бы сейчас с вами не было. Принимаю я вообще мощную сверхцель 24 февраля. Пусть нам будет больно это слово сказано, но это война. И тогда, когда я, может быть, бы я открыла бы еще ресторан свой, который у меня стоял закрытый, я продала на 100 тысяч евро дешевле. Не от того, что я безумная, что со мной происходит или нет. Я принимаю сверхцель. Мне было тяжело. Я не пью алкоголь. Мне все эти годы было тяжело. Я не понимала, что со мной происходит. На все психологии, прописаны три книжки мною лично. Я принимаю решение 24 числа. Кто, как не я, скажите. Я не Жанна Дарь, не Зоя Космедемьянска понесу сейчас. Дети, люди, мир, страны. Как? Что мы будем делать дальше? Я начала со всех... Я не знаю, как у меня это сверхцель. Я со всех телефонов, я со всех этих... Я говорю, родные сердца, вставайте. Вставайте. Я вас прошу. Не важно, деньги, да, это хорошо. Изобилие тоже это хорошо. Но поймите, страны, дети, семьи. Сейчас хочу выразить огромную благодарность. Прямо до слёд. Роберту, родное сердце. Владимиру Довганю. И неужели такое бывает? Я всегда говорю, что я искала... 40-38 лет я искала. Неужели так бывает в жизни? Я говорю, когда мне говорят, бывает. Ирина, бывает. Где-то сверху мне говорят, кто, я не знаю, Бог, это вселенная, или кто это говорит. Бывает. Ты искала. Тебе было тяжело с детства. Понимаешь? И ты достойно принесла. Делись. Делись. Теперь я делюсь, родные сердца. Особенно, когда я вижу дети. Особенно, когда я вижу семьи. Особенно, когда я вижу, нас разделили. Власть. Это далеко не всё государство. Это правительство. Но они такие же менеджеры. Когда я вижу, что нас где-то делят страны. Кто-то... Неужели мы хотим нашим детям то, что вижу я сейчас? Геноциды. Непонятные, понимаете, ситуации. Истории. Понимаете? Неужели мы нашим детям дадим вот это невежество? Нечеловечность. Неужели что-то есть дороже? Покажите мне, что есть дороже, как не собственные дети, как не другие дети, как не страны. Неужели есть дороже, чем несчастье самого себя? Счастье самого себя. Вот Максим. Вот родные сердца. Вот состояние. Я принесла ему состояние. Несмотря на то, что мы сошлись много раньше, до войны. У Максима родители с кривого рога. Ему тоже это было тяжело. Я смогла его понимать, состояние вытащить. Он помогать начал всей команде. Он с состоянием. Да, ему было нелегко. И сейчас, понимаете, мы проходим это все. Я вижу, как нас делят. Я родилась и выросла в Эстонии. У меня мама родилась и выросла в Эстонии. Я русскоговорящий. И нас делят. Кто на каком языке будет говорить? Кто, где? Да никогда, народ. Никогда мы будем говорить на земляне, на человеческом языке. Понимаете? Неважно, кто он. Американец. Господи, азербайджанец, грузин, африканец. Это все мы земляне, родные сердца. И я, да, открыла карту. Я говорю так. Вот эту страну, этих людей, этих людей, этих людей. И я пошла по миру. Понимаете? Информацию давать всем людям. Объединить. Объединить. Не разъединять. И сейчас, ну, сейчас как... Что уже случилось, то получилось, да? Мы все встаем. Как бы нам все встаем. И страны объединяем, объединяем, объединяем. Чтобы ни в коем случае нас не разъединили никто и никогда в жизни. Хочу выразить огромную еще раз благодарность Владимиру Довганю. Нет, не то, что благодарность, это вообще мало. Низкий поклон. Хочу выразить Петру Силкину, Константину. Всех, кто причастен к команде. Своей команде. Величайшей команде. Магомедовы Тайбат. Кудусовой Эльвири. Валерии Луцковой. Поляковой Марине. Родные сердца. Я настолько вам благодарна, когда вы услышали. Когда вы вместе. А мы вместе. Мы несем свет. Понимаете? Мы спасаем эту план детей, людей, страны. Несмотря ни на что. Как бы нам плевки какие-то были. Есть ситуации, где нам дают плевки. И мне есть ситуации, когда мне не разрешают где-то что-то говорить. Да мне все равно, что мне не разрешают. И поэтому я знаю, понимаете, от сердца. Сердца делитесь. Вот сердце. Обратитесь туда. Отключите голову. Я не говорю, что выглядели. А сердце. Пройдите вниз и посмотрите. Прежде всего, сами с собой честно. Понимаете? Что мы хотим в этой жизни для мира. Для нашей планеты. Для людей. Для детей. Я прошла честно к своему сердцу. И сказала, Ир, давай, говорит, сама с собой. Я сама с собой начинаю разговаривать. Понимаешь, кто ты? Что ты? И зачем ты пришла? Вот, родные сердца. На одном дыхании. Конечно, я могла бы сказать очень много. Но еще раз хочу выразить благодарность всем наставникам. Конечно, Александру Назарову. Которые, наверное, такое чувство, что вот Роберт Ра, Александр Назаров, как будто вот они видели заранее, что будет происходить. Вы понимаете? И вот, ну просто так ничего же не бывает. Сами понимаете. Все великое происходит с того, что... И вот величайший Александр Назаров, это было еще, конечно, до всего, что происходящего. Александр Назаров, я шла за ним туда, потому что, я говорю, у меня был запрос вставать пол рано утром. И вот, и я встаю сейчас рано утром, и в 6 утра я начинаю уже тренировки. А я пошла за ним, да, всегда, потому что такой, он такой галантный, он такой интеллигентный. Он такой... И вот, я говорю, Александр, как, что? Я говорю, так, это... Вот, Александр, и, наверное, понимаешь то, что вот, что случилось, все, ну, говорю, все просто принесло вот именно на Европу, да, вот что... Вот Роберт Ра принесло вот именно вот всех детей, прям всех людей, да. И, конечно, я хочу выразить огромную благодарность своего мужа Максиму. Он сидит рядом, он переживает больше, чем я. Я настолько люблю, потому что он видел, когда мы начинали, когда что с нами происходило, когда, понимаете, нас разделили. А ведь нас тоже разделили, понимаете, мы семья, и нас разделили. Но нет, мы, понимаете, еще больше схватились, понимаете, еще больше. Я говорю, как это не мы? Что нам делать? Как, если не мы теперь, да, в этой жизни, понимаешь, будем вот так вот? Нет, родные сердца. Мы несем этот цвет, и Суперджамп я выбрала на всю жизнь, понимаете? Я вам говорю, все свои 60 дипломов, даже не важно, там 64 я посмотрела в ящики, а Суперджамп у меня в таких шикарных рамочках. И вы знаете, кто это сделал? Мой муж. Он мне, у меня они лежали, а он мне приносит в рамочках вот эти сертификаты и франшизы. Я говорю, а что это, да? Он мне говорит, а это твое, Ирина. Все, родные сердца, еще раз благодарю всех наставников, всех величайших. И Роберта, Владимира Довганя, Петра Силкина, Дарью, Юлию. Свою команду, всех, кто вообще причастен, хоть немножко прикосну, все, кто идет и несет. Понимаете, дороже, я вам скажу честно, этого ничего больше нет. Проверьте, я вам еще говорю, не верьте, проверьте. Вот честно говорю, я прошла, понимаете? Никому не говорю пройти столько же, отдать столько же денег, столько на учебы. Понимаете, 168 тысяч евро я отдавала на учебы, понимаете? Чтобы дойти до Суперджампа и всего лишь заплатить 7,5 тысяч, чтобы стать счастливой. Представляете, какой поиск мне дал. И оказалось, все так просто, да? Вот эта вот простота, да, гениальность, это реально две родные сестры. А мы же все это, знаете, как восьмерку усложняем. И кто, как не мы сейчас, родные сердца, вот эти франшизы подарят каждому ребенку. Каждой семье, да? Это же подарок. Вот как ко мне пришел этот подарок, и мы сейчас дарим, еще раз повторяю, каждой стране, каждому ребенку. И никогда не бойтесь, знаете, победители не те, кто побеждает. Победители те, кто никогда не сдается, да? Не бойтесь нести светлое, благое, светлое, божественное дело, понимаете, которое у нас на всю жизнь.